Друзья, всем привет! Спустя два года мы вернулись на объект. Вернулись мы для того, чтобы промыть полотенцесушитель. Но, это не главное. Я хотел вам показать то, что произошло с объектом за два года. Это просто удивительно. Такое чувство, что я отсюда ушел буквально пару дней назад, и ничего с тех пор не изменилось. Вот. Короче, смотрите и удивляйтесь. Так должен выглядеть каждый объект, спустя пару лет. Поехали! Итак, вот он наш объект, вот он я. Всем привет еще раз. Смотрите, вот, 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 это весь объект. Многие мои подписчики видели данное видео с этого объекта, и теперь я хочу еще раз показать и рассказать. Вот, смотрите, вот, душевой поддон в строительном исполнении. Обратите внимание, какая чистота в данном душевом поддоне. Все чистенько, все аккуратненько. Вся сантехника прям блестит, как будто только что я закончил этот ремонт. Добавилась вот здесь вот полочка, ее не было, когда я завершал. И вот это вот стекло. Стекло тоже не было, кстати. Вот эта перегородочка в душевой кабине. Вот здесь такой вот небольшой проход, стекло еле заметно, потому что оно прозрачное. Она обрабатывается специальным средством для того, чтобы на нем не оставались капли. Если вот так вот посмотреть, то это стекло видно. Если смотреть его вот так, то только видно вон отражение мое и свет вспышки. В общем, проход в данную душевую кабину вот отсюда. Вот мы зашли, вот оно стекло, здесь мы моемся. Так вот вообще вот ничего не видно. Вот оно отражение, вот оно вспышка. Стекло идеально кристально чистое. Душевая кабина абсолютно чистая. Нету ни одного пятнышка, ни одного капли. Как будто в этой душевой кабине просто никто не моется. Хотя уже прошло почти два года. Все блестит, все шикарно, аккуратно. Прям радуется душа, когда заказчики вот так относятся к твоей работе. Прям вообще класс. Вот. Дальше. Ну тут раковина. Все так же чистое, все так же белое. Даже смеситель этого, кстати, пятнышка от меня. Вот на ручке, потому что я тут руки, мол, зеркало идеально кристально чистое. Здесь вот зеркало с подсветкой. Дальше поехали. Полотенцесушитель, который сейчас уже горячий, уже работает. Так, краны отсекающие. Также есть краны вон там под потолком. Я открывал потолок, заново перетянул. Как видим, ничего нету. Незаметно вообще ничего. То есть все идеально красиво и чисто. Так, вот он гигиенистический душ. Обратите внимание, тут гигиенистический душ с функцией подачи воды. Тут не регулируется вода, тут просто подается. То есть открывая, вот снимая вот лейку, мы открываем кран и закрываем кран. Все, вода регулируется не здесь. Вода регулируется вот здесь. Здесь у нас установлены два люка Деметро. Второй вот здесь вот. Вот все функционирует. Все отлично работает. Гигиенистический душ у нас вот он. Вот здесь вот у нас регулируется подача воды в гигиенистический душ. То есть мы здесь вот даже можем отрегулировать напор подачи воды. Также смотрите коллекторная система. Все идеально, чисто, аккуратно, красиво. Прям смотришь и думаешь, действительно, а куда делись эти два года? Неужели за два года тут даже пылинки не собралось? А все от того, что заказчик хорошо относится к этой работе. Даже пылинки протирает. Красота. Вот тут даже тряпочки, видать, висят для того, чтобы протирать всю эту систему. И люки Деметро тоже идеально функционируют на данном объекте. Вот два люка размером 60 на 90. Вот они два больших люка. На них уложено три керамогранита. Вот здесь три и здесь три. И обратите внимание, вес для этого люка вообще не критичный. Вот смотрите, вот видите, все работает, все функционирует. Вон там вот сзади спрятался бойлер. Также подключение системы. Все это происходит в открытом доступе. Все можно обслужить. Так, а кстати еще момент, да, смотрите, вот примыкание плитки и люка. Вот, есть зазор, опа, и нет зазора. Все идеально. Работает все с помощью одной руки. Открыли, закрыли. Также этот люк. Все, видите, люки Деметро. Используйте в своих ремонтах. Далее, вот стиральная машина, которую я встроил в стену. Многие мои подписчики писали мне, то, что данная стиральная машина выскочит. То есть, смотрите, два года спустя она целая, целая. На ней нет никаких повреждений. А это говорит о том, что она отсюда не вылазила. Даже зазоры остались такие же, какими я их и делал. Вот, все, смотрите, видите, все классно. Вот что значит хорошая техника и хорошая работа. И хороший, отличный заказчик, который так бережно относится к работе мастера. Поэтому вам, всем, мои заказчики, друзья, подписчики, рекомендую. Для того, чтобы ваш ремонт радовал вас всегда, продолжительное время, очень-очень долго. А относитесь бережно к работе мастера. Соблюдайте чистоту, гигиену. Относитесь к работе так, как будто это было сделано вами. В общем, вот такой вот объект. Вот такая вот работа. Спустя два года ничего не изменилось. Как будто работа была закончена еще только вчера. Вот. Короче, все, что я хотел сказать. Поделился своим впечатлением, своей радостью. Короче, ну, приятно от души. Просто благодарю заказчика за такую, за такое содержание моей работы в такой идеальной, идеальном виде. В общем, все. Всем спасибо. Спасибо заказчику. И до новых встреч, до новых видео. Канал Перестроек 116. Леонард Горепев, как всегда, на связи. Всем пока-пока.